Доброе утро! Сегодня разговор пойдёт за инерцию. Что такое инерция? Вот я разбирал. Значит, тело разгоняясь, допустим, колесо. Что происходит в этот момент? На колесо действует, значит, что у нас? Воздух. Мы же находимся в воздухе. Нет безвоздушного пространства. На плоти Земля. В момент разгона воздух у нас разогревается и расходится, разлетается. И образуется пустота. Ну, не совсем пустота. Чем больше скорость, тем плотность воздуха меньше. И сопротивление становится меньше для колеса. И крутится до той поры, пока воздух не поменяется в этот момент. Воздух поменяется и остынет. И когда он остывает, он опять становится плотным. И начинается торможение. Вот в этом сути инерции. То есть получается, чем больше разгон, тем больше разгон системы. Вот. Например, разгон уже может быть тысячи оборотов. Допустим, колеса или там вала двигателя. Чем больше разгон, тем больше инерции, потому что дольше остывает. Разрывается. Разрывается этот воздух. Разогревается и разрывается. Отступает. Ну, как бы в воде вы разгребаете волны. А тут он от нагрева разлетается. Становится легче воздух. Воздух становится легче. И движение идет не встречая сопротивления. Чем больше скорость, тем движение больше. И большее время, пока это воздух остынет. Даже не за счет того, что он остынет, а то, что воздух циркулирует. То есть приток нового воздуха, и он его не успел разогреть. То есть вопрос в том, что для того, чтобы получить, как говорится, двигатель с КПД больше единицы, нужно первоначально сильно разгонять. То есть хорошие подсыпники, хороший объем. Ну и сам воздух. По, как говорится, по возможности должен быть по суше. То есть, допустим, в пустыне, где температура 40, может иннекция быть гораздо больше. Чем там, где влажность большая. Это вот реально. Реально у меня, значит, мотор инерционный, 15000 оборотов, и потом он еще крутит. То есть один оборот, допустим, если у него без нагрузки, доходит до 15000 оборотов, то есть он может крутить после отключения, допустим, питания. Это я вот где-то засекал, минуты полторы-две. Еще крутит, 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 потихоньку, 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 потихоньку останавливается. То есть долго очень крутит еще, с хорошей скоростью. А когда, допустим, идет нагрузка, нагрузка на него, то нагрузка его притормаживает несколько. Несколько притормаживает. Но, тем не менее, все равно как вот подсчитывал, то, что я брал опытами, подсчитывал где-то. Один круг, значит, от мотора и еще где-то 4-5 кругов даже под нагрузкой где-то. Вот под моей скоростью, это 17000 оборотов. 4-5 кругов, значит, он сам совершает. Один под нагрузкой 4-5 кругов. То есть у него КПД где-то 4. Один к четырем. То есть КПД этого двигателя при 17000 оборотах и при его весе, объеме достигает один к четырем. Дальше я не пробовал. То есть другие обороты, другие объемы. То есть, возможно, если развить обороты возможно, если развить обороты сотни тысяч, может, миллионы в минуту для этого надо металл особой прочности, то, возможно это будет крутие. Возможно, он уже даже не остановится. Возможно, он вообще вылетит за пределы Земли. Вот как космический корабль. Там разогрев идет. Воздух расступает. Разогрев плазмы двигателя. Воздух расступает, он разогревается. Воздух в этом месте расступается. Разогрев идет. И он пошел. То есть инерция. Инерция у нас это, значит, в связи с механическое воздействие на воздух и электрическое воздействие, ну, механическое в данном, то, что я смотрел. Механическое воздействие на воздух приводит в большие обороты, приводит к тому, что воздух становится менее плотным, то есть горячий и менее плотный. Он разлетается, как бы, разлетается в сторону. И колесо, или вал двигателя, значит, не встречая сопротивления, продолжает свое движение, не встречая воздушного сопротивления. Пока, пока. Если он, допустим, без подпитки извне, он будет так крутиться, пока не остынет эта масса. При 17000 оборотах она, вот как я говорил, остывает где-то за полторы минуты без нагрузки. С нагрузкой она остывает где-то в течение там четырех секунд. Одна секунда, значит. Питание было и четыре секунды. Это то, что, как говорится, это не то, что я, как говорится, придумал, как ученый, а то, что я на практическом опыте увидел. Инерцию более высоких скоростей и оборотов нужно изучать. то есть инерция, разрыв, разрыв воздуха, то есть разрывается воздух, плотность воздуха уменьшается, резко снижается сопротивление, и вот это мы получаем инерцию. тем быстрее крутится в начале, тем быстрее раскрутка, тем больше нагрев вокруг него, и тем больше инерция, то есть инерция отсутствия сопротивления воздуха, который разрывается путем механического вращения. На этом заканчиваю. До свидания. До новых встреч.